Всех приветствую на своем канале. Сегодня хочу показать, как я буду сажать однолетние растения лаватера. Вот такое красивое растение семейства мальвовых. Его еще называют дикая роза. Это будут кустики. Буду скапывать, сейчас покажу, как грядки буду делать. Буду садить на расстоянии 20, но рекомендую, на расстоянии 20-25 сантиметров. Я буду немножечко подальше. Давайте это обсудим немножко потом. А сейчас, получается, где вы будете сажать грядка, которая у вас перед ногами? Да, грядка перед ногами. Я смотрю, здесь есть инструмент. Для чего этот инструмент? Лопата, само собой, понятно для чего. А это, то есть, что будем делать? Зачищать... Это воскорец фокина. Будем зачищать от сорняков участников? Будем зачищать от сорняков. Или верхний слой что-то будем срезать? Это тогда, когда нужна прополка, допустим. Вот такие растения у нас есть, да. Но не надо наклоняться. Просто их срезаем? Их срезаем, да. Они, конечно, появятся еще раз. Ну, еще раз срежете. Понятно. Еще раз срежете. Хорошо. Теперь, получается, будем готовить грядку, да? Да, будем готовить грядку. Грядку будем, получается, вскапывать ее? Да. Я вскопаю грядку, сделаю небольшие луночки. А грядка какая? Большая должна быть? Нет, небольшая. Семечек очень мало, пачечки. Мне для красоты нужно посадить 2-3 кустика, потому что я буду формировать кумбу. Хорошо. Давайте тогда подготовим грядку. Мы подготовили кумбу и станем садить... Можно поближе посмотреть, что это такое? Станем садить лаватеру. Лаватера – богиня солнца. Да. Смесь окрасок. Да, обильно цветущее однолетнее растение. Однолетнее, что значит однолетнее растение? Ну, вот мы посадили, оно отцвело, под зиму ушло, на следующий год надо опять садить. Понятно. Но цветет очень красиво, пуст как розы. Вот это, получается, готовая кумба. Мы ее подготовили, то есть скопали, зачисли от сорнячка и сделали пару кумбочек. Не кумбочек, а луночек. И, соответственно, вот эти лунки теперь проливаются, обильно проливаются из леечки. Четыре. Четыре будет луночки. Пожалуй, я еще сделаю одну луночку. Посередине? Посередине, да. То есть всего будет пять луночек. Я просто намечаю место. Потому что глубина может всего один сантиметр, не больше. Посадим, когда мы эти все семечки потоку. Нам нужно будет закрыть пленкой. Бывает на светлой пленкой, белой прозрачной пленкой. И через семь дней появятся всходы. То есть полиэтиленом можно накрыть? Полиэтиленом. Обычной пленкой можно в конце накрыть. Понятно, хорошо? То есть ложим по одной семечке, да, получается? По две-три семечки. По две-три семечки, ага. Они семена не елки. Но не так подходят. Они просто ложатся на поверхность или вдавливаются? Ложатся на поверхность. А их не сдует? Их не сдует, мы уже их засыпем. А, то есть засыпать еще будем, да, получается? Конечно. Угу. Проба будет формироваться, но вот сейчас мне вот этих пяти луночек хватит. И теперь я их засыпаю. Слегонца засыпаем. Слегонца, потому что, да. Зачем нам сильно засыпать? Чуть-чуть мы присыпаем их. Вот на этом моя посадка заканчивается. Центральную не засыпали? Центральную не засыпали. Людей насмешишь. Теперь я буду закрывать их полиэтиленом. Буду, ну, в общем, парниковый эффект будет здесь. И они через 7 дней взойдут. Будем смотреть, как там они себя чувствуют под пленкой. Пленку в хорошую погоду будем открывать на 2-3 часа. И через 7 дней у нас будут исходы. Луночки я присыпала. Теперь беру полиэтиленовый фронт и накрываю. Моя небольшую грядочку. Полиэтиленовый. Я ее, естественно, хорошо сейчас укрою. Возьму камушки. Большие, крупные. И закрою. Вот так вот. Буду периодически открываться. Часа на 2. Земля подышала. Полиэризатор обработаю еще раз, чтобы он у меня сохранился. Вот этот парниковый эффект под пленкой. А поливать как часто надо будет? А поливать по мере надобности. Будем смотреть состояние земли, состояние почвы. Она здесь должна быть, земля влажная. По мере того, что если будем смотреть, у нас оказывается, что земля сухая, возьмем, прольем. Только проливать там, где луночки, мы будем брызгать с пульверизатора, а вокруг земли можно просто полить. Для этого же вот эффекты парникового. Так, ну на этом я заканчиваю свой показ, как я садила лаватеру. И всего доброго вам. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok